Конец зимы – традиционное время для обрезки и формирования крон старых деревьев на улице столицы. Результаты работы коммунальной службы будут видны весной. Татьяна Гаврилова называет себя парикмахером. Уже на протяжении 20 лет работает в зеленстрое и следит за прическами деревьев в городе. Сначала стрижем снизу, кто сколько достает. Вот сами видели, у нас сучкорезы очень длинные, тем более тут деревья очень высокие. Вот в один этап, вот кто снизу стрижет. Потом с подставки, вот специально оборудованная для этого. И потом уже с автовышки, с манипулятора, с самой верхушкой, чтобы ровненько, гладенько, как шапочка, чтобы была. Именно зимой, когда сокодвижение в деревьях замедленное, проводят обрезку, формируют кроны. Такие стрижки показаны липом, тополям и ивом. Бригады работают целый световой день. На каждое дерево уходят в среднем около получаса. В Ленинском районе у нас под формовую стрижку идет 4830 деревьев. Из них мы сейчас 3000 постригли. Осталось по 3800. Это в основном центральные улицы остались. Центральные улицы это Карла Марсова, проспект Ленина. Почти 13 тысяч деревьев в столице ежегодно проходят формовочную, омолаживающую и санитарную стрижку. Работники зеленстроя успокаивают чебоксарцев. Подрезают ветви строго на определенную длину. Весной все деревья начнут расти вновь. Вопросы возникают тогда, когда проводят глубокую обрезку зеленых насаждений. Потому что кажется, что если мы обрезали это дерево достаточно резко, глубоко, поставили его на стол, то все, дерево погибнет. Но это тоже как метод омолаживающей стрижки деревьев является. И в данном случае дерево уже буквально через год, через два, ну, больше, конечно, максимальный срок это вот не меньше трех лет, когда оно в настоящее превратится в красивое, хорошее дерево. Но если вот далеко от площади республики не ходить, то вот напротив, рядом с сельхозакадемией находятся деревья, целый ряд деревьев, которые вот вначале очень горожане переживали. Вот. И сейчас, если посмотреть, они уже совсем другую форму обрели. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Республика.